Существо, человечек пишет, что гравитация, если бы работала по-другому, и на самом деле это в совокупности с этим саренбургским преподавателем Макаровым, они состряпали вот это гнусное видео для того, чтобы доказать якобы, что мои материалы некорректны. На самом деле Ту-5 обманывают в руд детишкам, давайте посмотрим. Всем привет, сегодня я хочу рассказать о симуляции гравитации, которую я недавно делал, но не просто гравитации, а разных ее вариантов. Например, что бы было, если бы у планет были бы отрицательные массы, как бы тогда работала гравитация. Или, например, что бы было, если бы объекты не притягивались друг к другу, а наоборот, все бы от всего отталкивалось. Но сначала давайте посмотрим на самый обычный вариант гравитации. Поставим в центре звезду и разбросаем вокруг нее много планет. У каждой планеты есть изначальная скорость, некоторый импульс, за счет чего они не просто врезаются в звезду, а начинают вращаться вокруг. Какие-то планеты сразу выкидывают с орбит, другие проходят слишком близко друг к другу, из-за чего гравитация тоже выкидывает их. И остаются только более-менее стабильные орбиты. А работает это все очень просто. Допустим, у нас есть некоторая планета или звезда или любой другой объект, назову это просто кружочек. У него есть импульс, то есть некоторая скорость в каком-то направлении, куда он движется. И он на каждом кадре симуляции сдвигается на эту скорость. А если рядом есть другой объект, то я прибавляю к скорости ускорение в сторону этого второго объекта. То есть скорость как бы постепенно. Все, вот человек сейчас рассказал, что он сделал, и мы имеем в результате. Вот предыдущий ролик, то, что мы смотрели, вот этот. Это ролик, показывающий именно тяготение на силах приталкивания. Вот он первым же сразу материалом показывает ролик тяготения на силах приталкивания. Почему? Это доказано 100%. Потому что ускорение можно получить либо прямым притяжением, либо приталкиванием. Но прямое притяжение не дает никакой орбиты, потому что невозможно создать равенство сил на орбите. Тело у нас улетает и не может вернуться. Нет превращения сил. Это мы доказали формульно. Это все опубликовано в монографии, а спорить это невозможно. Есть фильм, равновесие, где это все показано. И вот это вот он сейчас показывает приталкивание, ничто иное. Он в общем случае говорит, да, или как он там говорит, но это именно схема приталкивания. И вот мы смотрим, а Нигири показывает мою версию приталкивания. У нее много планет. У каждой планеты есть изначальная скорость, некоторый импульс, за счет чего они не просто врезаются в звезду, а начинают вращаться вокруг. Вот, он показывает работоспособность моей схемы. А дальше у него вот эта вот липкая фантазия, бредятина будет, где он будет показывать какие-то орбиты треугольные. А еще я заметил, что при некоторых изначальных конфигурациях солнце начинает как бы вибрировать. Если нарисовать такие орбиты, то получатся вот такие вот звездочки или цветочки. При этом некоторые орбиты получаются довольно близкие к круговым или эллиптическим, как обычно. Вот он сфабриковал бредятину нереальную и пытается ее выдать, что вот именно так будет на силах приталкивания. То есть первый раз он на приталкивании показал реальную картину, дальше сфальсифицированную в угоду вот этому товарищу. В случае, когда вот это вот, то что все колеблется, я так понимаю, он мало тел вокруг задал. Ну то есть неравномерный камер, там задал пять тел, ну там три тела. Как конкретно он... А, внешний контур мало задал? Может быть. Надо это без вопросов. Вот допустим, если бы он мог как набрать? Вот взять вот этот вот график, да, тяготение сделать здесь какой-то дополнительный экстремум, да, чтобы в этом месте тело вот так вот вело себя неравнозначным образом. Либо этим образом, либо контур внешний это заложил. Есть несколько вариантов, каким из них он воспользовался. Да, в принципе, не важно. Тут он показал старт, что это работает на приталкивании, а дальше уже его наивные вот эти вот рассуждения, бормотания о притяжении. Ну, грубо говоря, сфальсифицировать можно что-нибудь, что угодно. Вот. И товарищ Анигири, ну, мы не задели его в прошлый раз, да, они проехались по нему, думали, будет понятно, да, по ролику с Шмакаром Светлым, что чем занимается вот этот вот коллектив. Так что, Анигири, переобувайся быстрее, сознавайся, где ты что-то тут накорябал, не становись, пожалуйста, врагом человеческой цивилизации. Нельзя ложью своей оправдывать какие-то благие помыслы. Будь честным человеком, пожалуйста, а не Гри, к тебе обращаюсь. Вообще, это как бы тоже... Ага, тут этот Азерийский что-то там писал, что да, Макара Светлого типа пощадили. Во-первых, никто ничего, никого не пощадил, никто не забыт. Вот, как только лишние копеечки будут, Макар получит по полной схеме. Вот, просто дадим его юристам нашим на растерзание. Потому что они так занимаются нужной работой, и как бы перенапрягать их уже. Но, ребятушки, вы все получите, все, вас всем воздастся, вы просто ждите, ожидайте своей очереди. Вот, а не Гри, это, ну, соучастник, коллективное действие, да? А вот клевета по обоюдному сговору группы лиц, да, а не Гри. Это повышает ваши шансы и эффективность. Вы же договорились с Макаром, да, о клеветать? Или что вы как договаривались? Что он тебе ласково пел на уши? Вот, тоже пристраивайтесь там в очередь, ожидайте. Макаром. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон